Порой меня так тянет к небу, но самолет дорого, параплан страшно, а вот воздушный змей самое оно. Предлагаю им сегодня и заняться. Корпус воздушного змея состоит из двух палочек длиной 60 и 35 сантиметров. Отмеряем наши уголки и отрезаем. Соединяем наши заготовки скотчем. Рубрика «Плохой совет». Склеиваем два уголка вместе, чтобы воздушный змей был слишком тяжелым для полета. Соединяем наш каркас. Чтобы наш воздушный змей не развалился, обмотаем все это печевкой. Рубрика «Плохой совет». Не жалейте веревки, ведь вам нужен именно тяжелый змей, который никогда не взлетит. Далее делаем надрезы с каждой стороны и соединяем их веревкой. Выкладываем каркас на полиэтиленовый пакет, с помощью которого он и будет держаться в воздухе. Теперь заворачиваем края и закрепляем все это дело скотчем. Когда контур готов, закрепляем пакет плотнее. Далее на каждый край нужно привязать веревку длиной 25-30 см. Но только смотрите, чтобы все веревки были одинаковой длины. Связываем три конца наших веревок на дно. На заднюю веревку мы прикрепим бабочку. Далее наступает время для творчества. Вы можете взять маркеры и разрисовать вашего воздушного змея, как вам угодно. Рубрика «Плохой совет». Думайте о бабочках и рисунках, а не о том, что этот хвост служит утяжелителем, без которого змей не взлетит. Ну и теперь привязываем нашего воздушного змея к катушке. Змей готов, пора его испробовать в деле. Для испытаний мы выбрали пригород Красноярска, мало ли кто пострадает. Ну что, попробуем? Первый самолет поднялся в небо с тысячной попытки. И, видимо, мне придется постараться не меньше, чтобы мой змей взлетел. Добивайтесь своего и смотрите «Утро на Енисеем». Редактор субтитров А.Семкин